И снова здравствуйте! Небольшая заставка, которой мы хотим сказать, что с этого времени мы будем заниматься не только оптовой, но и розничной продажей запчастей. Перед нами мотоцикл Darkon 250, заводская аббревиатура компании Chinchi, QM250 GIBA. В нем использован одноцилиндровый четырехтактный двигатель K172FMM. Этот двигатель производится компанией Chinchi по лицензии Suzuki. Двигатель воздушного охлаждения с дополнительным охлаждением масла с верхним расположением распредвала. Длина 215 см, ширина 82 см, высота 112 см, колесная база 147 см, клиренс 23 см. Высота сидушки 87 см, сухой вес 142 кг. Емкость топливного бака составляет 10,6 литра. Рекомендуемая максимальная скорость 110 км в час. Заявленным производителем расход топлива не превышает 2,3 литра на 100 км. Двигатель четырехтактный, одноцилиндровый, с верхним расположением распредвала. Карбюраторный. С правой стороны двигателя расположена крышка, под которой находится разовый фильтрующий элемент бумажный. Сверху пробка для заливки масла. Щупа в этом двигателе не предусмотрена. Для контроля уровня масла используется окошечко. Также двигатель оборудован электрическим стартером. Кикстартера у этого двигателя нет. С левой стороны у нас установлены водительские подножки, которые выполнены из железа и могут складываться при падении. Так, лапка тормоза тоже может складываться. Значит, мотоцикл оборудован задним гидравлическим тормозом. На цилиндре установлен механизм натяжки цепи распредвала. Он автоматический, поэтому при эксплуатации он не требует вмешательства. С правой стороны также расположен по центру воздушный фильтр. Значит, система охлаждения масла работает следующим образом. При повышении давления в системе смазки открывается редукционный клапан. Масло подается через радиатор, охлаждается и сливается обратно в картер двигателя. Значит, мотоцикл оборудован глушителем из нержавеющей стали. Тормозная система, как я уже сказал, гидравлическая. Тормозная система, выполненная с помощью двухпоршневого суппорта. Значит, отличие от модели Dragon 200 в том, что у него однопоршневой суппорт. И тормозной диск цельный и меньшего диаметра. Сзади на мотоцикле установлена покрышка размером 130-70 на 17 дюймов. Задняя подвеска выполнена на алюминиевом рычаге с моноамортизатором из геометрии линка. Мы видим рычаг геометрии линка. К нему крепится амортизатор. Это точка крепления к рычагу. И сверху под рычагом, между рычагом, крепление к раме мотоцикла. В нижней части на левом картере выбит модель двигателя и его порядковый номер. Также снизу под защитой установлена сливная пробка для масла. Задняя светотехника представляет из себя фонарь красного цвета габарита и стоп-сигнала. Значит, выполненная на светодиодах. Дополнительно установлен фонарик подсветки номера. Боковые светодиодные указатели поворота. И на мягкой ножке, для того, чтобы при падении он не повредился. В задней части мотоцикла установлены ручки, выполненные из алюминиевого сплава. За которые пассажир может держаться во время поездки. А также бардачок для хранения инструмента. Крутящий момент от двигателя к заднему колесу передается с помощью цепочки. Шаг цепочки 520. Цепочка используется сальниковая. Звездочка заднего колеса жестко крепится на ступицу. С помощью болтов. Количество зубьев 43. Значит, также установлен механизм натяжки цепи. Установлена защита цепи, для того, чтобы грязь не летела с цепи. Масло не летело на мотоцикл. И уловитель цепи. Мотоцикл оборудован подножками для пассажиров, которые могут складываться. Также мотоцикл оборудован боковой опорой. На опоре установлен датчик. Значит, датчик не позволяет завести мотоцикл. Если у вас выдвинута боковая опора и включена какая-то передача, кроме нейтральной. Подножка водителя, опять-таки, складывающаяся. Лапка переключения передач. Передача переключается классическим типом. Первая вниз, остальные наверх. Нейтральная передача между первой и второй. Под левой крышкой установлен аккумулятор и предохранитель. С левой стороны двигателя установлена крышка декоративная, которая закрывает переднюю звездочку. Рычаг и тросик привода сцепления. Карбюратор. На карбюраторе регулировка оборотов холостого хода. И ручка подсоса. Также с левой стороны двигателя расположена свеча зажигания. Пробка для контроля метки положения коленвала. И пробка для того, чтобы проворачивать коленвал при обслуживании. В нижней части двигатель защищен защитой, выполненной из железа. Мотоцикл оборудован топливным краном, который имеет три положения. Выключено. Резерв. И полный бак. Передняя подвеска выполнена на перевернутых амортизаторах газомасляных. Передний тормоз гидравлический, двухпоршневой. Значит, в отличие от дракона 200, у него увеличенный составной тормозной диск. За счет этого поменялся кронштейн переднего суппорта. Передняя резина имеет размер 110, 70, 17 дюймов. Главная фара оснащена лампочкой галогенного типа Соколя МАШ-4 мощностью 35 Вт. Также в фаре установлена лампочка габарита мощностью 3 Вт. Передние поворотники светодиодные на мягкой ножке. Переднее крыло установлено на резиновых подушечках, для того, чтобы оно могло играть немножко. Комбинация приборов представляет собой электронный тахометр, механический спидометром с индикацией общего пробега. Также оборудован датчик включенной передачи, индикацией поворотов и индикацией включенного дальнего света фар. Замок зажигания имеет три положения. Первое – это выключено, когда ключ можно вставить или вытащить. Значит, второе положение – это зажигание. И третье положение – это блокировка руля. Руль выворачиваете влево и повернули ключ против часовой стрелки. С правой стороны руля расположена ручка газа, кнопка стартера, переключатель габариты в свет фар, кнопка блокировки двигателя. То есть, если ее нажать, у вас стартер не будет вращаться. Передняя тормозная машинка с ручкой тормоза и зеркало заднего вида. С левой стороны руля расположена ручка сцепления, переключатель ближний-дальний свет, моргалка фарой, переключатель поворотов и кнопка сигнала. Также установлено зеркало. Ключ от замка зажигания подходит также для открытия пробки бака. Напоследок хочется добавить, что основное отличие Лигера 250 от Дракона 250 – это внедорожная резина. На Лигере также другая фара, обтекатель фары и более практичный багажник. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!